Ядерный могильник, для чего он строится? Ну, про ядерный могильник лучше так не говорить. Так, ну тогда, ну вот будет, то есть первый вопрос, да? Потом второй, какие основные места переработки, хранения? И третий, чего ждать жителям в ближайшем будущем, там, динамики в какую сторону? Готово? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, на... Денис Плещенко, начальник управления по коммуникациям в ГУПРОСРАУ. Очень приятно, Денис. Подскажите, пожалуйста, какая обстановка сейчас сложилась в Приморье и какие основные задачи сейчас стоят перед Росатомом в Приморье? Ну, вы знаете, главное, наверное... Точнее, по-другому. У Росатома есть единственная площадка в Приморье, занимающаяся радиоактивными отходами. Это отделение Даль-РАУ, филиал в ГУПРОСРАУ. Данное отделение занимается утилизацией атомных подводных лодок, доставшихся нам в наследство от Советского Союза. Также утилизацией судов атомного технологического обеспечения и реабилитацией ядерно зараженных территорий. Данная площадка находится в городе Фокино, в бухте Разбойник, в бухте Сысоева. Ясно. Скажите, пожалуйста, чего ждать жителям Приморья в ближайшем будущем динамике? Вы знаете, вот если обрисовать ситуацию, то по состоянию на прошлый год в воде, в надводном состоянии хранилось 54 трехотсечных блока атомных подводных лодок. Трехотсечные блоки образуются в процессе утилизации АПЛ, то есть вырезается реакторный отсек, и два отсека по бокам остаются для поддержания плавучести. В прошлом году, в 12-м году, в сентябре месяце, мы подняли первый трехотсечный блок на стапельную плиту, следом до конца года подняли еще второй, и вот сегодня третий. То есть на плаву остается только 51 на сегодняшний день. Из этих блоков вырезается реакторный отсек, то есть отрезаются два отсека по бокам, которые идут просто на утилизацию. И реакторный отсек ставится на долговременное хранение на 70 лет. Долговременное контролируемое хранение в течение 70 лет будет находиться на площадке, специально предназначенной для хранения этих реакторных отсеков. То есть, соответственно, на сегодняшний день 51, и мы планируем, что где-то к 20-му, 22-му году мы постараемся поднять все хранящиеся на плаву трехотсечные блоки и их соответствующим образом утилизировать. Кроме этого, в Приморском крае находятся три судна атомного технологического обеспечения. Одно из этих судов, ПМ-80, мы подняли в этом году. В следующем году планируем его также утилизировать, и оно будет также храниться на площадке Фокина. Эти суда и подводные лодки, находясь на плаву, представляют большую опасность для экологии? Без сомнения. То есть, если мы с каждым поднятым блоком мы улучшаем экологическую ситуацию, радиоэкологическую ситуацию в Примории. Я бы даже сказал, что даже большую опасность представляют суда атомного технологического обеспечения, потому что блоки подводных лодок, они имеют более прочный корпус и менее вероятность попадания радионуклидов в окружающую среду. Что касается судов, то при неправильном их хранении они могут просто утонуть, и тогда это будет гораздо более серьезная ситуация для экологии в Примории. Поэтому вот как раз транспортная операция по подъему на стапельную плиту первого судна АТО и как раз показывает отношение Росатома к решению этих проблем. А какую актуальную цель вашего сегодняшнего визита, вот последнего, вы ставите? Ну, этот вопрос такой, не совсем в тему просто. Ну, мы на... Ну, тут мы на самом деле, да, тут мы приехали... Только для этого? Не только для этого, но у нас тут еще переговоры, переговоры просто... Ну, чего-то такого действенного, типа контроля? Нет, такого специального нет, 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 нет. Ну, тогда ясно. Да, то есть тут вот... Да, стойте, 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 меня под седомчик сделает.